Как менять график и привычки на карантине для того, чтобы быть более производительным? Меня зовут Игорь Солодов. Я верю в то, что наша производительность прячется там, где мы теряем время. В какой момент нас беспокоит, что у нас низкая производительность? Когда мы что-то начали не успевать. И наша задача – обратить внимание, что именно и когда именно мы что-то не успеваем. Ведь вы что-то успеваете, что-то делаете, у вас где-то есть высокая мотивация, производительность, а что-то нет. Что это такое? И тогда, когда это лучше делать? Утром, днем, вечером? Вы же знаете то, что, наверное, есть биоритмы ваши, и вы лучше соображаете, думаете, работаете, может быть, днем, может быть, ночью, может быть, утром или вечером. Я бы поставил эту сложную задачу именно в это время. Плюс насчет наших привычек. Привычки – это просто то действие, которое мы сначала делаем специально, мы повторяем это специально, снова и снова и снова, а потом мы это делаем на автомате. Мы даже не замечаем, как мы это делаем. Поэтому наша задача – просто понять, что мы хотим как привычку. Например, я замечаю, что я теряю свою производительность, когда я учусь в течение двух или трех часов интенсивно, у меня нет прерывов. Тогда какая у меня может быть привычка новая? Например, делать перерывы. Я ставлю себе будильник, что через час я делаю перерыв на пять минут. Я могу встать, подвигаться, помахать руками, подышать, перекусить, что угодно, но просто переключить свое внимание. И снова вернуться потом к задаче, к делу. И через некоторое время, если я это делаю снова и снова и снова, будильник снова и снова звонит на какой-то там 12-20 день, я уже буду сам чувствовать, что кажется, я уже час работаю, час учусь. Мне пора сделать перерыв. Вы можете сами выбирать те привычки, которые вам нужны для того, чтобы поднимать производительность. Сначала мы создаем наш график, наши привычки, а потом наш график и наши привычки создают наши результаты, а не создают нас.